Выборы были сфальсифицированы, почему продолжались репрессии, почему именно Россия спасала Александра Лукашенко и, соответственно, почему он сейчас помогает России в этой агрессии. То есть здесь много таких системных факторов, которые говорят для него в пользу того, чтобы продолжать оставаться лояльным России и поддерживать его в войне, и при этом практически ноль факторов, которые бы его подталкивали к тому, чтобы он слушал эти заявления или пытался каким-то образом на них позитивно реагировать. Есть такая цитата, мне очень нравится, что «добрым словом и револьвером вы можете добиться гораздо большего, чем одним добрым словом». Аль Капоне приписали. Револьвер есть, а у европейцев револьвер санкций, можно, наверное, каким-то образом с этим сравнить, но, как мы видим, он успешно отражается этими совместными обходами санкций через российскую инфраструктуру, и поэтому это влияние на принятие политических решений в Беларуси и западных партнеров, оно такое, не очень, скажем, такое сильное. У меня вспоминается фильм, замечательный служебный роман. Что вы за человек, я никак не могу вас раскусить. Вот Запад сидит, смотрит на Виктора Горьевича, что вот так санкции введут, эдак, а он все, никак его не... Не надо меня кусать, говорит. Да, да, не надо меня кусать. Зеленский предложил вчера разместить миссию международных наблюдателей на украинско-белорусской границе. Вообще в нынешних условиях военных возможно ли это? И тут сразу несколько вопросов как бы у меня заготовлено, да? Давайте начнем вот с такого. Возможно ли это? Ну, важно понимать, по какому треку это пойдет, да? Да, Владимир Зеленский, он так озвучил идею скорее, это я бы даже не назвал предложением, потому что предложения должны иметь какие-то такие детали. Это скорее такая идея, над которой можно работать. Здесь, как я вижу, есть два варианта. Это наблюдатели ОБСЕ и, возможно, какие-то наблюдатели третьей страны, которые не участвуют в вооруженном столкновении, да, не занимают откровенно одну позицию, может быть выгодно и для России, и для Украины, и для Белоруссии. Чтобы, собственно говоря, было их согласие на это размещение. Если говорить про ОБСЕ, то миссия, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, она называется, она 2014 года в Украине работала, но прекратила свою работу в марте 2022 года после, собственно говоря, агрессии, после полномасштабного вторжения российского в Украину и прекратила свою работу именно из-за позиции России. Это как раз вот к теме того, а будет ли согласие всех сторон, да, а там консенсус 57 государств необходим, и поэтому здесь есть сомнения, что у России в этом есть большой интерес, и у Белоруссии, естественно, тоже, что Александр Лукашенко напрямую. Ну, ему так, если попытаться вспомнить, да, как выборы в Белоруссии проходят, он, как мы помним, не очень любит, когда наблюдают за ним. Он любит примерять на себя роль миротворца, наблюдателя, но когда вот за ним наблюдают, ему не очень нравится. Поэтому не уверен, что, честно говоря, такой механизм ему бы подошел. То есть, если, конечно, у России такое желание было бы, то, я думаю, его уговорить бы не составило им труда. И второе, вот второй трек, это такой двусторонний, и здесь я в качестве потенциального, если пытаться рассуждать, да, вот кто бы это мог быть, то потенциально вижу роль Турции. И Турция как раз возглавляла эту, что турецкие дипломаты возглавляли специальную мониторинговую миссию в Украине с 2014 по 2022 год. И сейчас режим Таид Вертаган, он тоже прилагает усилия для такого миротворчества своего, да, пытается не высказываться очень сильно критически в отношении России, и при этом оказывает необходимую поддержку Украине, и поэтому рассматривается сторонами как такой возможный канал коммуникации. Поэтому, если попытаться работать через турков, то теоретически, наверное, если это желание сторон было бы, то это могло бы сработать. Но вот, мне кажется, самая большая загвоздка в том, что такого желания на данный момент нет. То есть, получается, что Лукашенко может сделать вид, что просто не заметил этой идеи. Ну, было и было. Ну, я не исключаю, что он может в свойственной ему манере отреагировать, что мы открыты, да. Тут еще такой нюанс, вы помните, он же недавно говорил про то, что украинцы собираются нанести удар по Белоруссии, вот, соответственно, нужно разворачивать специальную группировку союзную Белоруссии-России. И вот здесь вопрос стоит, почему он это делает. То есть, это часть чего? Подготовки к второй волне вторжения в Украину, где роль вооруженных сил Белоруссии будет еще больше, чем было в феврале. Или это действительно его страхи, там, работа украинской разведки или белорусская разведка ему докладывает, что вот такой сценарий возможен. Или он там телеграм-каналы какие-нибудь российских начитался, где про это пишут. Я тут, ну, очень сложно на эту тему рассуждать. Но если он действительно этого боится, то, ну, вот в таком сценарии, наверное, он мог бы и быть заинтересован в том, чтобы такая миссия была. Но тут одного его желания недостаточно. То есть, ему нужно будет, как минимум, нейтральная позиция России. Вот здесь я не уверен, что Россия, которая по-прежнему оставляет для себя потенциал очередного вторжения с севера Украины, что она будет согласна на такую миссию. Наоборот, я вижу обратный тренд на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Как раз вот тех наблюдателей ОБСЕ, которые оттуда не были выведены, их арестовали и приговорили к 13 годам заключения. Вот два человека. Как раз такой сигнал к тому, что и как в российском государстве относятся к международному наблюдателю. Ого. Хорошо. Хорошо. Вчера МИД Польши попросил своих граждан немедленно покинуть территорию Беларуси и вообще не возвращаться туда желательно. В общем, что это такое? Что это означает? Что поляки знают? Что там должно произойти? С чего вдруг надо покинуть территорию Республики Беларусь полякам? И это же не в первый раз они рекомендуют. Первый раз было где-то в начале войны. Они уже рекомендовали. Уезжайте, уносите ноги. Да, и я как бывший дипломат позволю такую ремарку себе. Мы иногда за такими заявлениями видим нечто большее. Там, не знаю, какие-то политические, возможно, последствия этого всего, что вот Польша что-то знает. Но на самом деле в большинстве случаев это всего лишь забота о польских гражданах. Такая непривычная вещь для Беларуса, когда государство, собственно, заботу эту оказывает и пытается как-то действительно предупредить. Если вспомнить то, как начиналась война, то все страны по очереди призвали своих граждан как можно быстрее уезжать из Украины. При этом белорусское посольство, когда им туда звонили, они, не имея какой-то инструкции из Минска, не могли ничего сказать, мямлили в ответ или просто игнорировали эти звонки и говорили, делайте, что хотите. Вот примерно то же самое было, когда война началась, агрессия началась, и белорусские граждане обращались туда за помощью, но им сказали, мы ничем вам помочь не можем. Собственно говоря, про ничем помочь не можем, это довольно объективная такая история. Ни одно из посольств, кроме каких-то крупнейших государств или наиболее богатых государств, не может обеспечить специальные вертолеты, самолеты, которые будут эвакуировать десятками тысяч людей. Поэтому в первую очередь от ответственности людей, а роль посольства в том, чтобы предупреждать такие ситуации. И вот Польша, она, собственно говоря, это и делает. И она призывает, многие государства призывают покинуть территорию России, вот территорию Белоруссии сейчас тоже. Это далеко не всегда значит, что у них есть какая-то информация о том, что там поле боевых действий перенесется на территорию Белоруссии. А вот как и в случае с введением безвизового режима, который Александр Лукашенко ввел для граждан Польши, позиция МИД в Польше была в том, чтобы предупредить своих граждан о рисках посещения Белоруссии, и настоятельно их просил этим безвизовым режимом не пользоваться. Вот примерно то же самое и сейчас, учитывая, какое количество потенциально поляков может находиться на территории Белоруссии, потом какие необходимо будет подключать инструменты для их спасения, если вдруг там что-то будет происходить, ну вот они предупреждают, чтобы какое-то количество людей их послушало и подумало о своих рисках и о собственной безопасности. Иногда сигара, это просто сигара, да, здесь просто МИД заботится о гражданах. Ну потому что сложнее потом эвакуировать, если закроют границы, объявят. А вот этот безвизовый режим, это вообще интересная история, это мне как-то вот если налогию такую провести, да, есть там лагерь сталинский, там, в Эльгене, и Эльген открывает ворота для всех жила, пожалуйста, японцы, кто там рядом, там, вот мы тут вас ждем, безвиз, пожалуйста. Туда-сюда катайтесь. Нам тут не хватает, у нас сотня, кайло лишнее, да, у нас есть. Хорошо. Безвизовый режим на окрестина, да. Да, да, вот, без всяких. Тут вам вопрос задают наши зрители. Как вы считаете, Павел, если Лукашенко продержится еще год, Европа все-таки пойдет с ним на контакт? И еще, ну и потом вторая часть вопроса, вот такой. Ох, это очень такой большой, долгий вопрос. Я попытаюсь вас сильно не грузить, но это очень сильно будет зависеть от того, в какой ситуации будет находиться Беларусь, вот в том числе в контексте войны. Вот есть Россия, да, есть системная зависимость Лукашенко от России, от российского фактора. И это такой огромный, сдерживающий вот фактор, который не позволяет ему снова развернуться в сторону западных стран. При этом у самих западных стран, как я уже вначале говорил, нет инструментов, которым они могли бы теоретически его переменить на свою сторону. И тут мы вот приходим к потенциальному диалогу, который может быть, да, и вот если попытаться представить, какие же интересы у западных стран могут быть в отношении Беларуси сейчас, ну первое это, и очевидно, это чтобы гарантировать безопасность границ украинских. С моей точки зрения Александр Лукашенко не контролирует собственные границы на территории Украины. И если Владимиру Путину нужно будет провести эту атаку, вне зависимости от пожеланий Лукашенко, он не сможет запретить или не позволить Путину это сделать, да. То есть если российские войска будут идти на территорию Беларуси без желания Лукашенко даже, да, то что у него, перед каким он выбором будет находиться? Объявить войну России, да, или рискнуть, что эти танки пойдут вдруг на Минск? Ну, то есть его никто, в принципе, и спрашивать-то не будет, если он попытается лавировать или отказывать. И, соответственно, если это так, то что западные страны или европейцы от Лукашенко могут получить взамен на этот диалог или на обмену сотрудничества, если он не в состоянии контролировать вот свой военный фактор, военную инфраструктуру? Ну, политзаключенных он может выпустить? Политических заключенных он, конечно, может выпустить. Вопрос в том, готовы ли западные страны и на какие шаги западные страны, это как раз вторая часть моего ответа, на какие шаги европейские страны, на какие уступки они готовы Александру Лукашенко за освобождение даже, допустим, всех политических заключенных. Учитывая, что от репрессий Александр Лукашенко вряд ли откажется, это теперь, с 2020 года вот такой уровень репрессий, это один из главных, основных его ресурсов удержания власти, и поэтому репрессии не прекратятся, даже если он выпустит всех политзаключенных. И, соответственно, ну, если мы это понимаем, то какой, что может Европейский Союз ему предложить? Ну, вот диалог, телефонный звонок, разговор, возврат послов, ну, вот что-то такое, да, а частичное снятие санкций, ну, каких-то маленьких, которые не будут иметь какого-то большого значения, и стоит ли игра свеч в данном случае для Александра Лукашенко? Если и европейцы ему ничего не могут предложить из того, что ему интересно, и он им ничего не может предложить. И вот здесь я не вижу повестки переговорной, то есть можно потенциально поторговаться политзаключенными, получить какие-то мизерные уступки, но вот на этом все и закончится. И, конечно, очень сильно все может поменяться, вот этот расклад, если Россия оккупирует Украину полностью, или, наоборот, Украина освободит свои территории, и в России начнется там внутренний процесс из дестабилизации, это будет совершенно другой мир, да, в котором мы живем. Но вот если ориентироваться на статус-кво и попытаться анализировать, что через год он будет примерно таким же, то вот расклад, с моей точки зрения, он такой. А он может вообще, ну, допустим, если там Украина, давайте так, простыми терминами оперировать, Украина побеждает, Путин помирает, умер, Лукашенко может еще сохраниться? Или он как бы такой, как путинский, такой, да, продолжение путинского тела и вместе с хозяином должен погибнуть, как вам кажется? Тут снова несколько сценариев у меня в голове. Путин умирает, а на его место кто приходит? Патрушев, Навальный, кто это будет? Или, условно, Мишустин какой-нибудь? От смены режима в России очень многое зависит, Но важно также, насколько этот режим будет империалистичным, да, или наоборот, там, демократичным, насколько он будет замкнут на собственных внутренних проблемах, и насколько у него будут ресурсы и желание бороться за сферу своего влияния или сферу своего контроля. Вот Беларусь как раз под такую сферу контроля попадает. Если это будет режим такой более мягкий, чем путинский, и на первый промежуток времени, на первичном этапе они будут делить власть, и у них не будет сил для того, чтобы контролировать все процессы или, там, спасать Лукашенко, то это, безусловно, будет шансом для белорусских демократических сил, белорусского гражданского общества, в принципе, для белорусского общества, для того, чтобы вот снять с себя эти кандалы лукашенковского режима. Но если там произойдет смена власти, но не произойдет смена парадигмы вот этого контроля постсоветских государств, и они будут готовы по-прежнему удерживать лояльность, лояльные режимы вокруг себя, то я боюсь, что будет очень сложно, да, что-то изменить. То есть всегда, даже если Лукашенко будет слаб, если у него будет лояльный аппарат, номенклатурный и силовой, и при этом будет поддержка Москвы, то мы так или иначе будем повторять сценарий 2020 года. Только, возможно, подавлением уже будут заниматься не только белорусские силовики, а, условно говоря, автоматчики Кадырова. И вот здесь не нужно никаких иллюзий питать. Если режим в России меняется, то это должно быть что-то такое, как было в 1991 году, когда Советский Союз коллапсирует, и все занимаются своими собственными направлениями, и некому друг друга спасать. Если это будет какое-то такое эволюционное развитие путинского режима в сторону более либерального или, наоборот, более радикального, но при этом без готовности оставить своих союзников без военной поддержки, то, да, у Лукашенко, безусловно, будет шанс это пережить. Интересно, да? То есть, вот, давайте я так просто по-пролетарски сформулирую. Вот люди в Беларуси сейчас ждут, сидят и ждут. Беларуси затаились, вот это неинтересно, то неинтересно. Блин, опять по Украине ударили, поплакали тихонечко где-то. И вот опять сидят, ждут, 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 ждут. Когда уже, что, напрасно они ждут? То есть, ну, как сказать, ну, хороший сценарий может быть какой-то? Ну, конечно, может быть, да. И если позитива вам хочется от меня, то вся мировая история говорит о том, что империи коллапсируют и умирают. Мой анализ ситуации, и не только мой, показывает, что вторжение в Украину была огромнейшей ошибкой, возможно, главная ошибка в жизни Владимира Путина. И то, что это, скорее всего, ну, война, это начало развязки, да, вот всей этой Российской империи или попытки возобновить Российскую империю. Поэтому, да, позитивный сценарий, безусловно, есть. Вопрос в том, сколько времени это займет, да. И между вот этим суперпозитивным сценарием и тем, в котором мы сейчас находимся, я вам не могу сказать, сколько нам еще негативных нужно пройти сценариев. Нам в 2020 году казалось, что вот, но. Но потом донев было очень много, да, и теперь вот война, а теперь мы спокойно рассуждаем о перспективе ядерной войны. Но, безусловно, у этого всего есть конец. И, скорее всего, после этого все равно начнется какое-то восстановление и движение такого позитивного тренда. Другой вопрос на вот этой шкале, где мы сейчас находимся, и сколько всего плохого нас впереди ждет. И вот апеллируя к фразе про «беларусы ждут», вот мне кажется, это тоже часть проблем. Ждать – это не решение вопроса. И важно всем из нас не ожидать от того, что Светлана Тихановская или там кто-то другой, или там Александр Лукашенко решит наши вопросы. Важно понимать, в чем наша роль заключается, и что мы в ежедневной своей бытовой суете можем делать для того, чтобы хоть как-то ситуацию по капельке менять в ту сторону, в которую нам хотелось. Ну а как? Вот Арестович только что говорил в нашем эфире, да, вчера у Фегина, он говорил, что ну это вот те, кто со стороны Украины обвиняет беларусов в том, что они там сидят на заднице ровно и ничего не делают, но это как минимум несправедливо, потому что, во-первых, делают, да, и он приводил в пример помощь украинцам, да, с этими поездами там под откос и все остальное. А во-вторых, ну а что ты можешь сделать, когда ты в Освенциме находишься между шконок, в бараке? Вот что делать-то? Нет, Константин, я ни в коем случае не имею в виду какие-то прямые действия, да, и вы, и я, мы находимся уже не в Беларуси, и ни в коем случае у меня не повернется язык оказать или осудить человека, который, собственно, в интересах собственной безопасности уезжает из Беларуси. Я говорю о вот таких вещах, как вот вы запустили YouTube-канал, да, который, не знаю, повышает настроение беларусов, веру их в оптимизм, или просто делится новостями в условиях информационной изоляции. Это огромный вот ресурс или огромная задача, которую нам нужно решать. Режим Лукашенко изолирует беларусов от информации. Беларусы в эмиграции живут совершенно другой жизни, чем беларусы внутри Беларуси. И вот это ваш вклад в то, чтобы мы сохраняли надежду на позитивный сценарий. Можно ведь просто закрыть глаза, смириться, перестать читать новости и вернуться к позиции «все не так однозначно» или «мая хата с краю». Вот это как раз позиция, которая никаким разом не приблизит нас к лучшему будущему. Поэтому, говоря о том, что от нас зависит что-то, да, я пытаюсь просто бороться вот с этим государственным патернализмом, который насаждался беларусскими властями на протяжении советскими властями десятилетий в отношении беларусов, что там наверху лучше знают, они решат, а что мы можем сделать, мы маленькие люди. Нет, не маленькие люди, да, и мы что-то решаем. И 2020 год показал, что мы можем что-то менять. И просто каждому важно, мне кажется, определить, что и какой его вклад может быть. Это донат ЗСУ, помощь беженцам, запуск своего YouTube-канала или просто какие-то пересылки новостей своим родственникам, которые находятся в Беларуси, чтобы они хотя бы изредка читали о том, что происходит. Да, и вот тогда этот кумулятивный эффект всех беларусов, не только тех, кто находится в Беларуси, ведь огромное количество людей уехало из страны, это тоже ресурс, который есть у нас, вот у нас, как у такого в широком смысле коллективного беларусского общества. Его тоже необходимо использовать, хотя, безусловно, это очень непросто. Очень непросто. Вот нас сейчас смотрит почти 600 человек. Я хочу, как сказать, в пандан тому, что говорил Павел, сказать. Подписывайтесь на канал, если вы только что к нам подключились, ставьте лайки, обязательно можете задавать вопрос в прямом эфире, как это делают некоторые, как сделали некоторые до вас. Очень сложно, понимаете, прорвать эту блокаду, информационную я имею в виду, потому что вот вы говорите, новостей не читаю, есть такая позиция в Беларуси, новостей не читаю, моя хата с краю, все не так однозначно. Дело же не в том, что все не так однозначно. Я знаю сразу несколько человек, адекватных, так сказать, нашего возраста, с высшим образованием, своими бизнесами, там, или на престижных, ну, на более-менее нормальных работах, которые просто решили, что не будут читать новостей. Их хата не с краю, они знают, что такое режим Лукашенко, прекрасно понимают. Они в 20-м и в 21-м делали, что могли, и просто сдались. Для них все однозначно. Для них все однозначно. Но они просто не читают новостей. Все, сдались. И прорвать эту информационную блокаду, донести как-то, попытаться поговорить. У нас в Беларуси сколько там? 8,5-9 миллионов человек. Из тех, кто пользуется интернетом, Беларусь очень такая ведь страна в этом плане, в авангарде. А наш вот канал, допустим, сейчас 600 человек, где все? Как это сделать? Как распространять? Я не знаю, как попросить. Ну, понимаешь, распространять тоже страшно, потому что за распространение у нас садят. Кинул ссылку на YouTube и удалилась телеграмма. Ишь, какой умный. Да как я переписываюсь с экстремистами в стране? Ну, ты молодец, ты понимаешь это, но не все же это понимают. Вот. Павел, извините, что мы тут ваше время тратим на эти рассуждения, но... На самом деле это очень важное рассуждение, с моей точки зрения. Опять же, когда общаюсь и европейскими, и белорусскими какими-то политиками, я говорю о том, что это один из важнейших вообще инструментов или проблем, которые нам необходимо решать. Потому что вот именно информационное пространство, оно определяет общественное сознание, да, и режим Александра Лукашенко, он очень успешно в этом смысле работает на изоляцию. И эти настроения вот про то, что не хочу читать, это, ну, тоже показатель. И поэтому это не значит, что такие люди, они имеют право, собственно, на то, чтобы отключиться, каждому из нас нужна передышка. Я все же говорю про то, чтобы эта информация могла доходить хотя бы в каком-то виде невыскаженном, да, в объективной реальности граждан внутри Беларуси. И это, ну, с моей точки зрения, это огромная, огромная задача. Возможно, одна из самых основных, если не самая основная, вот которая перед нами сейчас стоит. Да, наверное, да. Последний вопрос, он такой международный, я не знаю, важно это или нет, но вчера Лавров, министр иностранного дела России, кинул прямое обвинение в сторону США, мол, они давно в войне вот в этой принимают участие, да, участвуют, как он сказал, участвуют в конфликте уже давно, потому что потому. Вот почему он говорит об этом только сейчас, ну и зачем он это делает сейчас? Я не соглашусь с тем, что только сейчас, я думаю, если мы так вернемся к первому вашему вопросу, мне, я не уверен, кто же больше наговорил, европейские, западные политики призывами Александра Лукашенко выйти из войны или российские политики о том, что это Соединенные Штаты, по сути, воюют руками Украины. Мне кажется, здесь как раз очень-очень много было заявлений со стороны российского руководства по поводу того, что Украина это не самостоятельное государство, власть там контролируется западными странами, Соединенными Штатами, НАТО, и Лавров просто продолжает продвигать вот эту тему, которую еще до войны они продвигали, пытаясь вынудить руками Соединенных Штатов Украину отказаться от своего европейского и североатлантического курса на внешней политике. И сейчас двойной интерес у Сергея Лаврова есть к этому, учитывая отсутствие каких-то серьезных успехов на фронте, видно, что на России вы пропагандистские, российские, вот того, которое мы видели в начале войны, про то, что возьмем Киев за несколько дней, сейчас они уже рассказывают про то, что они боются со всем миром, со всем НАТО, и поэтому так тяжело все это происходит. Поэтому обвинять Соединенные Штаты всегда хорошо. Соединенные Штаты в России это главный козел отпущения. Я думаю, что мы еще не один раз услышим про то, что это Соединенные Штаты на самом деле воюют сейчас под Бахмутом, Херсоном и другими украинскими городами. То есть это было сказано для того, чтобы это съел внутренний рынок, можем так сказать. Да, и с одной стороны, да, с другой стороны, это часть внешнеполитической стратегии России, позиционировать себя как такую альтернативную Соединенным Штатам силу, показывать, что мы против гегемонии США, и на это покупаются такие диктаторы, которым не очень нравится роль США, не очень нравится их направление внешнеполитическое по защите прав человека, демократическим стандартам. Я опять же не берусь говорить здесь, что США это какой-то там большой, такой, самый демократический государство в мире, да, но очевидно, что с такими тоталитарными режимами у США, как правило, отношения не очень хорошие. Как раз по озвученным причинам, потому что они определенных стандартов принуждают придерживаться, и естественно, Ким Чон Ином, Александру Лукашенко и Асаду вот такие вещи не нравятся. И поэтому они очень падки на такую риторику о том, что вот нужно восстать против гегемонии США и объединиться вокруг нас. Вот Россия пытается стать таким центром притяжения для всех недемократических режимов, которые пытаются бросить вызов в США. Почему же они такие гопники? Вот единственное, что... Ну, правда, вот это... В каком бреду мы живем? Такая риторика, вот эта Мария Захарова, вот этот Небензев совбезе вдовон, вот этот гопник, откуда это... Вот были... Была советская дипломатия. Ну, извините, это была дипломатия. Они не позволяли себе... Даже Советский Союз не позволял себе вот этой тюремной риторики, да? Ну, тут же сам Путин позволяет себе запросто вот это говорить. Через слово у него... Это растет, это рыба гниет с головы, да? Это оттуда все растет? Ну, от главного? Это вопрос курицы и яйца, что первично. Общественный запрос российский на восстановление империи или пропаганда, которую этот общественный запрос стимулирует всячески. Вот Владимир Путин пришел к власти на таких примиренческих западных позициях, что вот Россия должна часть стать частью западной цивилизации, отношения должны быть хорошими, и потом все это пришло к тому, что мы имеем сейчас. Поэтому я не соглашусь с вами, что они глупенькие. И Сергей Лавров, и... Я не говорил, что они глупенькие. Я говорил, что они ведут себя как гопники. Это разные вещи. Ну, вот здесь, вот здесь согласен, да. Они, к сожалению большому, очень умные и образованные, но совершенно не имеют совести. Скажите, последний вопрос уже, потому что долго мы вас держим, хотя чрезвычайно интересный разговор. Последний вопрос. Очень тупой вопрос. Но вы как дипломат... Люблю такие, Константин, давайте. Да. Вы как дипломат должны на него ответить. Я не раз его знал себе. Вот сидит человек в посольстве, где угодно, где угодно, в любой стране мира, белорус. И он прекрасно... Дипломаты все умнее нас с вами всех вместе взятых. Я не имею в виду, Павел, что такое дипломат. О-хо. И вот он все прекрасно понимает. Все понимает, что происходит. Почему он не может выйти за территорию посольства и сказать... И потом в прессе сказать, я не могу на это все смотреть, эти упыри развязали войну, я все, я порешу политическое убежище здесь, в Испании, здесь, в Аргентине, здесь, ну, в странах, которые могут... Почему этого не происходит масса? На самом деле, в оправдании моих коллег, бывших, скажу, что это происходило, и очень-очень большим количеством, если сравнивать с моими ожиданиями. То есть я ожидал, что такого количества людей не будет большого, а в итоге с августа по там сентябрь, ну, несколько десятков человек вот именно так поступили. Кто-то увольнялся публично, кто-то не публично. Дипломаты в Латвии, Аргентине, Испании, сейчас боюсь кого-то забыть, да, Словакии, причем на уровне послов высказывались против, высказывались в открытую, публиковали записи о том, что они против, и это делали дипломаты в том числе и в Минске, как я, например. И такое количество было довольно большое, потому что МИФ всегда был таким самым либеральным государственным органом в Беларуси. И именно МИФ был проводником вот этого сближения Беларуси с Европейским Союзом, либерализации внутренней, каких-то реформ в сторону больше демократичности. Это то, что всегда исходило от Министерства иностранных дел. Поэтому это в том числе привлекало или там давало надежды людям на то, что если мы не можем поменять выборами что-то, если революции никакие не могут, да, снести незаконный режим, то таким эволюционным путем теоретически делать жизнь лучше, там, безвизовыми режимами, визитами и встречами с европейцами, инвестициями и прочими, которые вынуждают режим Лукашенко либерализоваться и демократизоваться, то что-то, по крайней мере, наша жизнь может улучшаться. И в 2020 году стало понятно, что все, этому пришел конец, и эти люди, которые не смогли переступить эту красную линию, они и ушли. Часть потом, которая сомневалась, им подсказали, их уволили, да, если вдруг они подписи не за тех ставили, или лайки в фейсбуке где-то не там ставили. Потом начали увольнять людей, у которых дети и родственники где-то там не там лайки поставили, или не там подписи поставили. Еще один человек уволился после начала войны, и все, и вот сейчас, мне кажется, такое монолитное общество, сделавших выбор. Вне зависимости от интеллектуального потенциала. Там осталось огромное количество умных людей, но, как и в случае с российскими коллегами, совести у них, видимо, нет. Или достаточно смелости нет. Вот здесь я не берусь сказать. Кто-то просто боится. Боится не найти себя в жизни, боится, что не сможет обеспечивать себя, боится, что это будет ошибка, или боится репрессий, боится эмиграции. И поэтому делает выбор в пользу того, чтобы остаться бесчестным, но остаться при... Продолжение следует... Продолжение следует...